МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести Хакассия. В студии с обзором основных событий пятницы Татьяна Донцова. И в начале главные темы. Медицинский мастер-класс. Сегодня абаканские врачи наблюдали за уникальной для нашего региона операцией. В ожидании лета. Что говорят синоптики о ближайших выходных и начале следующего месяца? Первые шаги в профессию. В училище Олимпийского резерва сегодня выпускали пожарных, которые войдут в историю. В эти минуты нагладенько и завершает свою работу Международный форум по историко-культурному наследию. Идет итоговый круглый стол. Минувшие дни для участников мероприятия были крайне насыщенными. Одним из результатов форума можно назвать достижение соглашения о сотрудничестве. Накануне было подписано сразу шесть очень важных для Хакасии документов. Такое количество регистрируется впервые. И впервые в числе партнеров зарубежные страны, в частности Германия. Большие перспективы открывают и договоры с фондом сохранения культурного наследия, достояния поколений, а также с Государственным историческим музеем, Рязанской областью, Республикой Дагестан и Управлением культуры Министерства обороны России. Конечно, процветание для республики, дружбы с другими народами. Я бы специально сказал, что с народами мы действительно, не только российские регионы. С каждым годом удваивается количество участников, как регионов, так и стран со всего мира. Наверное, еще раз подтверждение тому, что этот форум востребован, он нужен, он действительно объединяющий. К событиям международного форума мы еще вернемся сегодня в нашем выпуске, а пока о других новостях. Несколько нарядов полицейских минувшей ночью искали ребенка из Ала Уйбатусти Баканского района. Несмотря на то, что ночная прогулка девятилетней девочки завершилась благополучно, родителям школьницы пришлось изрядно поволноваться. Сигнал о том, что ребенок не вернулся домой из пришкольного лагеря, поступил в местную полицию от мамы. На подмогу прибыли защитники правопорядка из райцентра. В общей сложности в поисковой операции было задействовано 40 человек. Но, как выяснилось, помощь полицейских не нужна. На утро девочка пришла сама. Она отдыхала на природе неподалеку от дома. Теперь ученицу ждут воспитательные беседы в семье и в школе. Мастер-класс для хирургов республики провел сегодня в Абакане московский профессор. Один из самых маститых детских хирургов страны Игорь Киргизов продемонстрировал новое эндоскопическое оборудование во время проведения учебной операции. За ее ходом наблюдали не только врачи, но и студенты. Игорь Киргизов уже не считает, в который раз вымылся, как говорят хирурги, перед операцией. Общее их число за четверть века медицинской практики профессора перевалило за 10 тысяч. Но сегодня случай особый. Он оперирует 7-месячного ребенка не в Москве, а в Абакане. Восстанавливает ему часть кишечника, исправляет малышу врожденный дефект с применением самых передовых медицинских технологий. Цель нашего визита – это не проводить уникальные операции. Цель нашего визита – сделать такую медицину доступной для всего населения. Операция стала мастер-классом для абаканских коллег московского профессора. Они по очереди ассистировали ему и наблюдали возле хирургического стола за действиями маэстро. То, что он к нам приехал – это большое подспорье, помощь нам, учеба. Сейчас будем непосредственно у него обучаться таким операциям, которые в последующем, возможно и невозможно даже, будем проводить сами. Профессор привез с собой прибор, в котором соединены три функции – разрезание тканей, их прижигание и обработки. Во время эндоскопической операции он показывает и объясняет своим коллегам все преимущества нового оборудования. Те, кто не вместились в операционную, наблюдали за действиями профессора из конференц-зала. Естественно, переняв этот опыт, мы, наверное, будем заинтересованы в приобретении такого, потому что это новая технология, это мало травматично, это быстрое заживление идет после оперативных вмешательств. После завершения операции профессор прочитал лекции местным хирургам. Каждый из них получил возможность попрактиковаться в работе с новой техникой. А это значит, что такие операции вскоре станут обычными для Хакасии. Наталья Гармашова, Виктор Лушников, Антон Новожилов, Вести Хакасия. На пост главы Абакана сегодня претендуют два кандидата. Это действующий мэр города Николай Булакин, который подал заявление в территориальную избирательную комиссию города сегодня утром, и Валерий Старостин. Он зарегистрировал свою кандидатуру накануне вечера. Завершится прием документов от желающих побороться за кресло градоначальника 9 июля. Одна из самых обсуждаемых сегодня тем – погода. Первый месяц лета позади, а теплых, тем более жарких дней, еще практически не было. По прогнозам синоптиков, настоящее лето, по всей видимости, переносится на июль. С проливными дождями в конце месяца. Прогнозируем теплые июли. Среднемесячная температура в июле 21 градус. Это примерно на 1 градус выше средних многолетних значений. По температурному режиму июль прогнозируется однородный, но с недобором осадков. Очень сильные дожди прогнозируются на конец июля. Буквально самые последние дни. А сейчас наша традиционная пятничная рубрика «Парламентский дневник». Сегодня в программе «Парламентский дневник» мы подводим итоги пятого созыва Верховного Совета Хакасии. В неформальной обстановке общаемся с председателем Республиканского парламента Владимиром Штыгашевым. Владимир Николаевич, вот закончилась работа очередного созыва Верховного Совета Хакасии. Оцените ее в общем. Насколько она была достойной, как Вы считаете? Да, она заканчивается у нас 8 сентября, когда пройдут выборы нового состава. А рабочая плановая сессия у нас завершается. 43-я сессия. За это время принято у нас около 600 законов, в том числе более 70 законов новых. Ряд постановлений в основном социального такого направления закона, основная часть. Бюджетное законодательство, налоговое, земельное, но самое главное социальное. Вопросы это по защите прежде всего тех слоев населения, которые требуют вообще защиты. Это многодетные семьи, дети-сироты, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий. Достаточно сказать, что только из бюджетов ежегодно на эти цели у нас направлялось свыше 400-500 миллионов рублей. Для нашего бюджета очень большие деньги. И это действительно очень важный момент. Ну и второе, я должен сказать, что нам удалось вместе с правительством, действительно согласованные действия были, за эти четыре с небольшим года поднять зарплату в системе образования и здравоохранения почти в три раза. Самое главное, мы сегодня создали хорошие предпосылки для экономического роста в Хакасии, для развития строительства, промышленности, сельского хозяйства. Если мы развиваем экономику, соответственно, мы можем больше средств направить на решение всех социальных вопросов. И это, мне кажется, что это нам удалось кое-что сделать. Но я еще раз говорю, далеко не все, что можно было бы, наверное, сделать. Среди тех 600 законопроектов, какой вам запомнился больше всего? Я всегда шутко говорю, наверное, самый запоминающийся закон о бюджете. Каждый год он рассматривается. И я говорю вполне серьезно. Почему? Потому что здесь как в фокусе все интересы всех слоев населения, абсолютно всех социальных групп. Ну а если вот такая курьезная сессия была одна. Это в прошлом году случилась беда. У нас городовой случился в Шаринском районе. Это были каникулы, естественно. И нам удалось действительно за двое суток собрать депутатов. Кто? В отпусках же, в отъездах никого. Побито было свыше 400 только крыши домов, школы, там, фельдшерские пункты, клубы. Все это было разбито. Достаточно сказать, что пришлось застеклить примерно тысячу окон. Это казалось, это вроде... А это десятки миллионов рублей, и их необходимо было. И мы собрали чрезвычайную такую сессию, ну, неочередную. Выделили необходимые средства для правительства, для того, чтобы действительно, ну, в течение двух-трех недель ликвидировать все эти последствия. Такие у нас последствия в прошлом ликвидировались годами. А то им даже больше, чем там, может, 3-5 лет потребовалось. А тут нам удалось в течение месяца, августа и начала сентября, завершить все работы. В зале всегда присутствует, именно так и собирается, Верховный Совет. Очень разные люди, очень интересные, каждый в своей сфере компетентен. Как вам, легко ли с ними работать? Вот мнения-то у всех разные, привести их к единому решению. Профессионализм Верховного Совета, компетенция депутатов Верховного Совета из года в год растет. И мне когда задают вопрос, вот почему вы ратуетесь за то, чтобы... Ну, не все депутаты менялись на каждые выборы. Я говорю, а это с нуля все будем и начинать. Поэтому какое-то профессиональное ядро должно оставаться. Ну, этой осенью свободных кресел станет побольше в зале. Сокращается числом. На одну треть. На одну треть. Ну, огромное сокращение на самом деле. Как вы думаете, каким образом это отразится на работе Верховного Совета? Хакасия у нас та территория, которая позволяет видеть работу каждого. И встречаться почаще, наверное, слушать избирателей, слышать их, какие проблемы все-таки. И как их надо решать в законодательном органе. И я думаю, что это будет компенсировано. Все равно более интенсивная работа каждого депутата будет. Мне кажется, у нас оптимальный вариант, тот, который склажился за многие годы. И меня радует, что с чего мы начали, по сути дела, и за 20 лет к этому и пришла вся страна. И меня действительно радует это. Первое боевое развертывание теперь уже дипломированных техников пожарной безопасности состоялось сегодня в училище Олимпийского резерва. Специалистов этого направления в Хакасии раньше не готовили. Теперь местные пожарные части есть кем укомплектовывать. Половина из 13 сегодняшних выпускников уже трудоустроены. Первые в Хакасии дипломы по специальности пожарная безопасность получили сегодня выпускники училища Олимпийского резерва. Решение о том, что в этом учебном заведении со спортивным уклоном будут готовить специалистов в области пожарной охраны, принималось на уровне правительства Хакасии. Квалификация техника дает возможность выпускникам работать на должностях бойцов, младших командиров, специалистов технических служб. Сергей Квасов уже зачислен в штат первой пожарной части Абакана. А первые навыки в тушении реальных пожаров он получил в училище. Есть у нас добровольная дружина, у нас находится машина в гараже имеется. В случае пожара, там большой пожар или что-нибудь, нас привлекают на пожарный этот, помочь пожарному. Первых выпускников всего 13, но большинство из них девушки. Хотя профессию огнеборца трудно назвать женской, многие выпускницы планируют получить работу по специальности. Я пришла специальное обучение диспетчера у нас в Абакане. Хочу попытаться устроиться диспетчером, если будет возможность, а также и учиться на высшем образовании. Трое выпускников продолжат обучение в филиале Академии МЧС в Железногорске. Несколько бывших студентов уже получили назначение в пожарной части республики. Двое в городах, один будет бороться с огнем в аскизе. Если пожарная охрана нуждается, специалисты, но большей частью нуждаются районы республики Академии. А здесь вот некоторые сложности, как со студентами, то есть уехать в район не так просто. Но мы ждем, будем предлагать, будем устраивать. В завершении торжества лучшие студенты первого курса провели показательное боевое развертывание звена пожаротушения. И это стало новой традицией училища. Солюдовать выпускникам пожарного отделения с троями воды из Братсбойтов. Сегодня в ночь в Хакасии стартует Тунпайрам. Откроют праздник национальные обряды. Затем состоится курултай мастера горлового пения. В ночь героического эпоса наряду с хакасскими исполнителями примут участие гости из Тувы, Алтая, Бурятии и Башкортостана. Однако большинство гостей планируют приехать на Сагайскую поляну завтра. Кстати, сделать это можно будет не только на личном транспорте, но и на общественном. В том числе по железной дороге. В праздничные дни, помимо курсирующего по графику пригородного поезда Абакан-Аскиз-Бескамжа, пустят и дополнительный шестивагонный состав Абакан-Аскиз. Он будет останавливаться прямо на Сагайской поляне. Отправление из столицы Хакасии 8.30. Прибытие на место торжеств в 10.25. Обратно в Абакан вечером с праздника можно будет уехать в 20 часов 5 минут. И возвращаясь к теме международного форума. С каждым годом он расширяет границы. Одним из событий нынешнего стал межрегиональный смотр деятельности этнокультурных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока. Впервые мероприятие прошло на территории Хакасии. За происходящим наблюдала Юлия Константинова. Национальность у Владимира Ангина редкая. Ульч, рассказывает ее представители, меньше трех тысяч живут в основном в Хабаровском крае, в низовьях Амура. Танцы похожи на чукотские, скимолские, нанайские, венкийские. Пластика там все тоже родственная. Сложно будет отличить. Но все равно отличается. Потому что нанайские, например, в основном подражают животным движение. В основном медведю подражают. Или оленям с сахатом. Эти особенности изучает студент-третий курсник Санкт-Петербургского госуниверситета народов Севера. А потом воплощает знания в фольклорном театре студии, который в программу межрегионального смотра конкурса этнокультурных центров включен впервые. Также впервые в качестве почетных гостей и крупные регионы. Еврейская автономная область, Липецкая. Больше 150 человек, 14 коллективов в этом году познакомят с культурой, традициями, ценностями своего народа, зрителей Хакасии и членов жюри, которым в этот раз особенно сложно было выбрать лучших. Поэтому призы, подарки, дипломы получили все участники проекта, поддержанного Министерством культуры России и правительством Хакасии. Мы видим, с каким энтузиазмом, с какой любовью, высут свой материал, тех, кто выходит на сцену. Вот люди, принадлежащие этим народам, с какой любовью действительно это делают. И не важно, что кто-то умеет больше, у кого-то получается больше, у кого-то хуже. Не в этом, конечно, дело. Дело в том, как они относятся к своей собственной культуре, к своему народу. В этом сегодня еще раз убедятся жители Абазы и Таштыбского района. А завтра гости Тумпа и Рама, где тоже будут выступать коллективы межрегионального смотра конкурса этнокультурных центров Севера, Сибири и Дальнего Востока. Юлия Константиновна, Владислав Тустовой, «Вести Хакасия». И на сегодня у меня все. Смотрите «Вести» и заходите на наш сайт «Вестихакасия.рф». Хороших выходных. До встречи в эфире.